Комплекс новых очистных сооружений канализации Бзугу занимает площадь около 8 гектаров. Реконструкция старых была начата 5 лет назад. Применение современных технологий по очистке стоков, обработке осадка и его утилизации позволило также вывести из эксплуатации в декабре прошлого года новогинские очистные сооружения, которые портили не только вид в центре города, но и создавали другие проблемы, не отвечали требованиям очистки. Уникальность данных сооружений состоит в том, что кроме современных технологий, они очень компактно расположены. На сегодняшний день введена полностью первая очередь. К концу года ожидается введение второй очереди, что создает большой запас для развития города, для канализования и для исключения попадания стоков на рельеф или в другие какие-либо места. Общая производительность главной насосной станции составляет 140 тысяч кубических метров. Техническое решение по строительству одной главной насосной станции позволяет в целом отказаться от нескольких небольших перекачивающих канализационных насосных станций в центре города. Чем меньше насосных станций, тем меньше аварийных ситуаций, остановок, меньше напорных канализационных коллекторов, ну и соответственно больше комфорта жителям. Они не ощущают присутствие системы водоотведения в городе. Этим занимается один большой коллектор. Его диаметр составляет до полутора метров. Все стоки принимают восемь больших насосов. Сердце комплекса очистных сооружений находится глубоко под землей, примерно на уровне 16-этажного здания. Здесь на глубине 47 метров производится очистка стоков, которые идут из Центрального и Хольцинского района. Основная часть мусора остается на этих механических решетках, другая поступает на площадку очистных сооружений. После этого стоки проходят цикл переработки, биологической и обеззараживающей очистки. Для этого на территории находится большая площадка с первичными и вторичными отстойниками и так называемыми аэротенками, где происходит отделение очищенной воды от активного ила. Активный ил с помощью крепкого механизма собирается в приянке, где установлены насосы, которые возвращают этот активный ил опять в аэротен. А очищенная сточная жидкость на поверхности поступает на следующую ступень до очистки на фильтры. Дисковые фильтры пропускают воду через сверхтонкую мембрану, на выходе из которой количество освеженных частиц чуть больше, чем в питьевой воде. Эта жидкость обеззараживается ультрафиолетовым излучением и только потом уходит в глубоководный сброс на расстоянии более двух километров от берега, а сам осадок подвергается сушке и используется в качестве сельскохозяйственных удобрений.